Немного агрессивные, но поняв, что опасность им не угрожает, собаки замолкают. Ротвейлеры, кавказские и немецкие овчарки. Все они оказались ненужными хозяевам, их просто подобрали на городских улицах. Это еще не все вольеры, которые построили комбинат по благоустройству для бездомных собак. Они появятся еще здесь, по той стороне и там. А все собаки, которые сидят здесь сегодня, не просто бездомные, а охранники. Усыплять их точно не будут. Скорее всего, люди их разберут, чтобы они охраняли чей-то дом. Сегодня здесь 10 псов. Ольга чистит вольеры и просит, чтобы ее не снимали. Опасается зоозащитников или зеленых, как их здесь называют. Раньше она работала в старом приемнике. Агрессивных и больных собак усыпляли, если ветеринар давал добро. Остальных после 10 дней отправляли в приют возрождения. За весь прошлый год в городе отловили больше 7,5 тысяч собак. Не первый год этим занимается комбинат по благоустройству. Согласно техзаданию, к 31 декабря с улиц должно было исчезнуть 6382 особи. План даже перевыполнили. Уже к октябрю месяцу мы выполнили контракт на 100%, хотя сроки были до декабря месяца. В нашем городе мы единственные и первые, кто комплексно и своевременно выполнял эту работу по отлову домашних животных. Достаточно вспомнить печальный опыт компании «Перспектива авто», которая, получив деньги по тендеру, отработала всего 4 месяца. Шансы выжить у собак, которые попадают в такой пункт передержки, все равно малы. В прошлом году из приюта забрали лишь 230 собак. 80 процентов, даже 85 процентов всех животных, которые поступают к нам в пункт передержки, в итоге приходится усыплять. Потому что люди, возможно, не хотят, возможно, просто не знают о существовании таких пунктов передержки, где можно прийти в любой день, в рабочий день, прийти и забрать животное. В комбинате напоминают, необходимо чипировать и регистрировать своих животных. А если вы все же хотите завести друга, то смело можете ехать в новый пункт передержки в район стеклозавода, улица Воронежская, 25. Собаки здесь ждут всегда. Кстати, уже завтра узнаем, кто будет заниматься бродячими собаками в городе. Победителей тендера на этот год официально объявят 12 февраля. Мария Латшева, Андрей Дармаев, Новости дня.